Привет, ребята, меня зовут Антон, и сегодня мы продолжаем играть в This War of Mine. Итак, Роман у нас ещё с вылазки не пришёл, потому что мы тогда много-много времени провели в том здании, собственно говоря, в котором прирезали нескольких человек. Это были, по-моему, бандиты, поэтому никакой жалости к ним я не испытываю совершенно. Ещё один там, по-моему, остался лысый ублюдок, который без оружия бегал. Надо было его тоже прирезать, но, к сожалению, мы не успели этим заняться. И сейчас у нас персонажи все, как один, очень голодные. Так, повар, давай-ка вставай, иди занимайся плитой, будь добр, мужик. Правильно, ты же будешь добр, да? Так, он будет добр. У нас ресурсов пока что хватает, но у нас мало воды, у нас очень мало воды. То есть не получится ничего приготовить, да, получается. К сожалению, к сожалению большому. По идее, в этот же день должен прийти и Роман. Ну, он где-то задерживается, увы. Тогда пускай все отдыхают у нас пока что. Когда они спят, по-моему, время быстрее идёт, нет? Или мне так показалось? Эта ночь прошла спокойно. Роман занимался поисками провизии, принёс кое-что интересное. Так, он принёс дробовик, пистолет, всё шикарно. Так, то есть у нас получается... Опа. Так. Нам что нужно сделать? Стоп, 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 подожди. Нам ждёт мышеловку, пять деталей и пять винтиков. Ой, пять гаек. Давайте заключим сделку. Давай, чё за сделка? Так, у него всё есть. Вроде правильно всё, да? Взяли. Отлично. А что мы им будем давать взамен? Взамен чё им будем давать? Ох. Пустые оболочки из-под гильз. Из них можно сделать патроны для огнестрельного оружия. Но это всё очень дорого, на самом деле, стоит. Поломные стволы, не знаю, как-то стрёмно отдавать. Сахар для самогона. Побольше сахара мы дадим. Мы всё равно сахар пока не используем. Конечно, мне ему и сахар жалко отдавать. Ну, блин. Пускай. Вполне годная сделка. Так, теперь давай беги. Делай мышеловки. Потому что крысы это тоже мясо. Надо чё-то жрать. Так. Давай крысятинку. Изготавливаем один капкан для небольших животных. И где мы будем размещать всё это дело? В подвале лучше всего, наверное, да? Скорее всего, там огромное скопление этих тварей. Здесь мы где-нибудь разместим. Главное, чтобы никто не влетел около кровати туда. А то будет просто забавно, дико. Так, далее. Далее. Кто у нас? Так, Роман. Роман. Ты легко ранен. Ты легко ранен. Тебя, по идее, полечить надо. Потому что ты у нас как бы боец. Боец. Но. Но. Перед этим давай-ка мы сейчас посмотрим, сколько у нас деталей нужно для изготовления фильтра воды. Ну, для сборника воды. Десять таких и три винтика. Давай пойдём посмотрим, поторгуемся. Может быть, будет вполне себе так даже ничего. Ааа. Так. Как раз хватит. Так, таких всё-таки 15 надо. Ааа. И три этих. Блин, мужик. Мы тебе сейчас много, наверное, отдадим скорба. Так, далее. Чё бы тебе ещё такое дать-то? Драгоценности. Вот так вот. То есть ещё один сахар по-любому надо дать ему, да? Давай. Бурыга. Ну, теперь получается с ловушкой. У нас есть и мясо. Не знаю, насколько стабильно оно будет нам поступать. Но мясо у нас есть. И фильтр для воды. Простое устройство для сбора и фильтрации дождевой воды, которая важна для приготовления еды и перегонки алкоголя. Имеет смысл смастерить парочку. То есть не одну, а несколько. Ладно. Где мы будем размещать? Наверное, на улице надо, да, всё это дело устанавливать? Я так думаю. Давайте попробуем. А, на улице не надо, что ли, этого делать? Не понял. Я просто как бы не понимаю. Ну, как бы, если фильтр воды, то он должен воду набирать дождевую. Что, как бы, логично. А почему в доме? Странно как-то. Хорошо. Может быть, давайте здесь поставим. Хорошо. Я не знаю, на самом деле, зачем всё это нахрену надо. Так, нет, нет. Мужик, 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 мужик. Иди спи, спи, брательничек. Так, ты. Ты. Ты у нас давай мастери. Только подожди, сначала ловушку, наверное, надо. Зарядить будет. Или как вообще, непонятно. Всё, пускайте. Тюлени отдыхают. Вполне норма. Барыга. Барыга, давай, иди отсюда. Всё, кыш. Мы с тебя всё взяли, что нам надо. Больше ничего не понадобится. Но будем надеяться, что эта штука будет воду приносить стабильно. Относительно чистая вода нужна для перегонки спирта и приготовления нормальных блюд. Нужны компоненты. О-о-о. А фильтры сколько сделать нужно? Так. Что сделать? Есть можно, но в варёном виде она будет питательной. А, то есть можно либо сделать удобрение. Сыроида. Подождите, стоп, я не понимаю. У нас с вами есть несколько сыроиды, да? Несколько единиц. Вот. Мы можем что сделать? Я не знаю. Давайте попробуем. Если я буду стоять здесь, ни одна крыс не пройдёт к ловушке. Всё понятно. То есть можно еду ставить. И мы с вами поставили мясо, как слоупоки. Ну ладно. Ладно, фиг с ним. А, давай заботимся о том, как фильтр сделать. Может быть нам барыга ещё и понадобится, кстати говоря. Вполне возможно. Так, фильтр. Три. Три штуки нужны. Эй, мужик. Давай мы с тобой сейчас поговорим. Водичка нужна для приготовления пищи. Так. А пускай будет сразу с запасом. Что мы тебе будем отдавать? Что мы тебе будем отдавать, мужик? Давай сахар, как всегда. Как всегда сахар, конечно же. Ам, потом. Парочку. Нет, книги мы оставим. Они для морали полезны очень. Ножи и все боеприпасы мы, естественно, давать не будем. Ни за какие коврижки. Так. Старые пилюли, ветеринарные средства. Значит, человек может приготовить из них настоящее лекарство. Это тоже полезная вещь. Табак, он важен. Удобрение. А, то есть по-любому сахар надо давать, да? Хорошо, на, держи. Всё, пойдём сделаем фильтр. Чтобы вода накапливалась. Потому что нам всё это нужно. Еда и вода. Это базовые, важнейшие предметы. Сразу даже два сделаем. Вот так. С запасом, как говорится. Так, мастери, мастери. Так. Одна штучка готова вполне. Сейчас на подходе вторая. Краусавчик. Да? Ты краусавчик? Ты краусавчик. Да, ты всё сделал. Молодец. Пойдём, зарядим вторая. Наш агрегат фильтром. Оснастим. И отправим его на отдых. Так. Четыре воды получится из всего этого изобразия. Очень даже замечательно. Но это одноразовый фильтр, насколько я понял. То есть, один фильтр, это четыре воды. Что, конечно, грустно немного. Фильтр установлен. Сейчас нужно просто подождать. Ладно. А, значит, Марка. Марку. Так. Ты давай-ка вставай. Леди фрау. Марка, иди отдыхай. Так. Что у нас там? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Надо что-нибудь покушать. Очень голодные все. Ну, что есть, то есть, как говорится. Ладно. Давайте завершим день. Посмотрим, что вообще из этого получится. Значит. Значит. Роман пойдёт. На добычу, как всегда. Ты будешь охранять. Ты будешь охранять. Ты будешь спать. Так. Прекрасно. Мы идём всё туда же. Всё в ту же самую гостиницу, в которой написано много еды. Надо добить этих ублюдков, которые там засели. Это обязательно сделать придётся. Вообще, лом. Лом нам пригодится. Да, 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 да. Только на этот раз мы ещё с собой винтовку возьмём на всякий случай. Нож. Лом, наверное. Лом, наверное. А ладно. Хрен с ним. Пускай будет с запасом, потому что я не уверен в том, что происходит в этом здании грёбаном. Там ещё один остался, как минимум. Козёл. Я не знаю, что с ним делать вообще. Так. Пока что мы будем с ножом ходить. Пойдём по нижнему ярусу. Или по верхнему. Нет, пойдём по верхнему, чтобы тихо пробираться. Ну, я думаю, с винтовки мало не покажется тому ублюдку. Просто. Ошмаляем его по полной программе. Так. Там относительно чисто. Казалось ли, тут кто-то ходил? Не уверен. Пойдём. Заколочено с другой стороны. Ететь, твою мать. Ладно. Шуметь сейчас нельзя пока что. Вообще ни в коем случае. Обыскивать и думать о том, что делать дальше мы будем чуть позже. Давай, открывай. Да как это заколочено-то? Короче, как я понял, кто-то постарался, да? Или нет? Или я всегда был заколочено, просто я внимания не обращал. Мы всегда по верху перебирались. Точно не помню. Ну, хотя бы тут всё открыто. Это уже радует. Определённо. Давай, пошёл. Загляни туда, скажи, что там находится. Много чего интересного. Хорошо. Идём туда. Аккуратно, аккуратно. Не торопимся, это самое важное. Да, вон там. Козёл этот. Сейчас будем устраивать зачистку. Так. Тут дверь, да? Всё, готов. По-моему, больше тут никого нету. То есть, всех этих отмороженных ублюдков мы завалили. Это прекрасно. Вон их водильничек рядом. О, ещё один нож. Да. Ножи-то, это вообще, это шикарная штука. Просто великолепная. Нам сейчас нужна жратва. У-у-у-у. Да вы богачи, ребятушки. Будем сейчас лутать, пока смотреть. Нет, стоп. Давай, иди наверх. Там отмычка нужна. Будем использовать отмычку тогда. Потому что отмычка это один слот свободный. Шуметь пока я не рискну. Нафиг надо, правильно же ведь? Так, и ещё одна отмычка. И вот у нас точно с вами получается один слот свободный в итоге. Тут какая-то кладовая комната, как я понял. Опа. Боеприпасы. Повреждённая каска. Хорошая штука. Давайте сейчас осмотрим всё, что здесь есть. Всё, и возьмём самое-самое необходимое. Так, самокрутка. Чистый спирт. Небольшая бутылка чистого спирта. Вы можете выпить его, обменять. А также приготовить из него лекарства или бинты. Так, и сломанный пистолет. Но сюда ещё возвращаться и возвращаться. Но Роман у нас подготовит почву для другого нашего сыщика. Так, ну вот эти вот херовинки, они очень полезные, да? Здесь куча-куча всего полезного. Так, давай-ка иди сюда, смотри, что здесь. Вот, так, деталей, да, деталей здесь полно вообще. Ну что? Что, давайте, что мы будем откладывать? Что мы будем с вами откладывать? Всё нужное, всё. Но пока что, наверное, можно сахар отложить. Я думаю, он подождёт. Он подождёт. Ну что ты говоришь? Я не знаю, как добраться. Что ты тупишь-то, братюнь? Так, по-моему, здесь у нас эти шестерёнки. Не? Да. Прекрасно. Потому что вот эти вот шестерёнки, они нужны ещё как по факту, так и для... Как его там называется там? Что, нельзя ничего сделать? Шестерёночки эти нужны ещё для апгрейдов. Всего и вся. Насколько я понял. Это всё очень важно. Так. Как? Что, нельзя, что ли? Ещё один слот нужен? Давай охренели. Оружение и детали. Лезвие, стволы, пружины, замки и так далее. Порох. Оружение и детали. Ладно, мы ещё с вами успеем изучить. Хорошее, хорошее, годное здание, огромное. Тут можно много чего найти. Так, и снова. Блин. Эх, ладно. Придётся. Придётся нам. Походить тут, полутать. Ещё побольше. Всё ради шестерёнок. Нам-то надо для апгрейда. Обязательно. Ну, чё ты тут найдёшь? Куча оружейных деталей, ребят. Это, наверное, намёк на то, что лучше как бы взять, да? Так. А здесь нужен наш мужик, который много припасов собирает. Я уверен, что все эти детали нам пригодятся. Электрические детали. Тоже важная вещь, я так предполагаю. Давайте морковку одну уберём тогда. Сейчас будем ходить и собирать их. Я не помню, где тут конкретно лежат они. Но факт остаётся фактом, что здесь они у нас ещё есть. Скоро, кстати, нужно возвращаться обратно уже. Вот, замечательно. Давай, наверх пошёл. Очень-очень годное здание, признаюсь честно. Шикарнейшее просто. Ну, вроде в стак больше не помещается, да? Электрических деталей, насколько я понял. Давай, иди к выходу. Уже не будем насиловать персонажа. Нафиг. Интересно, когда же зима-то начнётся. Что я наделал без провизии, которые забрал, они точно погибнут. Ты ничего-то не наделал, мужик, успокойся. На нас напали. Так. Кто-то пытался ограбить нас. Это была просто парочка мародёров, поэтому мы смогли отогнать их. У нас было немного оружия, но на всех не хватило. Никто из нас не был ранен, и грабителям не удалось ничего унести. Мы способны защитить себя. Чтобы отразить атаку, мы потратили три патрона. Ну, нормально. На фоне всего, в принципе, это шикарно, даже очень. Так. Мужик. Мужик. Чё с водой? Делай сразу же эту штуку. Нет, подожди, подожди. Давай. Сейчас. Продолжи. Фильтр поставь. Что у нас там? Да, вода у нас появилась. Это шикарно. Просто великолепно. Хорошая вещь эта штуковина. А здесь? Всё ещё ничего. Нужно запастись терпением. Даже так, да? Ладно. Повар. Повар. Очень голоден. Слегка болен. Напечален и устал. Так. Так. Повар. Пора готовить кушать. Надо такие делать штуки, но у нас не хватает для этого ингредиентов. Аммм. Блин. Блин, блин, блин. Хорошо. Делай тут порцию. Не знаю, кому она понадобится. Так. А с тобой ты чё? Очень голодна, легко ранена, в депрессии, устала. Роман совершил убийство. Если мы стали такими, может быть, мы заслуживаем смерти. Роман забрал чужий припас. Мы можем продержаться ещё несколько дней, если нам повезёт. Мы совсем опустились. Начали красть у других несчастных, чтобы выжить. Ну, несчастных это ты преувеличила. Так. Так вышло, что мой самый счастливый момент – это воспоминания о пожаре. Я был новичком в бригаде, и парни бывало удразнили меня. Но всегда безлобно. Короче говоря, нас вызвали на пожар в многоэтажке, и мне повезло. Спас молодую женщину и тут же стал своим в доску. А та девушка, её звали Алина, вскоре стала моей женой. Сколько людей мы должны убить, чтобы выжить? Стоит ли оно того? Если мы живём, Роман будет нашим спасителем. Если мы выживем. Роман сделал это ради нас. Мы должны быть благодарны. Уж лучше пусть убил Роман, чем убили бы его. Он нам нужен. Перевод замечательный. Он нам нужен. Мы можем помучиться угрызениями совести, когда выйдем из этого ада. Так. Дальше. На войне действует закон джунглей. Ты либо убиваешь, либо умираешь. Другого пути нет. Не сделал я этого, что... Это сделал бы кто-нибудь другой. Я не собираюсь умереть здесь. Если для этого нужно иногда воровать, пусть будет так. Хорошо. Хорошо, ты. Или... Может поговорить с ней надо? Нет. Нет, с ней поговорить не надо. А, надо. Давай-ка, мужик, иди. Надо обязательно чувство привести, потому что депрессия это, блин. Это жестоко. Это просто ужасно. Причем только он может говорить. Почему так? А, никак иначе. Света, ты не должна сдаваться. Эй, мне нужна помощь. Пожалуйста, откройте. Ну и что там? Слава богу, что вы здесь. Можете помочь мне заколотить окна? Мы с дочерью живем неподалеку. Люди говорят о мародерах, которые грабят дома и насилуют женщин. Я запираю двери, но они могут пробраться через окна. Вы можете мне помочь заколотить их? Моего мужа забрали повстанцев в первый год войны, а он до сих пор не вернулся. Мы совсем одни, пожалуйста, помогите нам. Дай мне секунду. Так. Вот ты у нас в депрессухе, да? Ты у нас в депрессухе. Иди давай, будешь помогать. Ой-ой-ой, дай мне ты, блин. Так, тебя. Тебя давай мы отправим. Спасибо, ты хороший друг. Эй! Ну, вставай, курва. Так, все прекрасно. Она управляема теперь? Да, она теперь управляема. Прекрасно. Так, а, все, она печаль, но теперь не депрессия. Да. А не знаю, как вас облагодарить, благослови вас Господь. Все, иди отсюда. Со своей депрессией-то нам здесь не нужна. Только убежище засираешь, блин. Тут выживать надо. Тоже мне. Так, Роман тоже в депрессии. Но он по понятным причинам хотя бы еще находится в депрессии. Он же сколько убил тоже людей. Это вполне естественная реакция. Но чтобы депрессии не было, насядь сюда. Сигарет. У нас нету сигарет. Надо произвести. Подожди. Вообще, по идее, ему побухать надо дать чем-нибудь. Но у нас самогона нету пока что. Я думаю, чуть позже мы ему дадим. Так. Деталей не хватает. Вообще никак. Вообще никак не хватает деталей. Как назову, барыги нету. Так, ну ладно. Ладно. Давай, иди кушай. Нет, хотя нет, ты не кушаешь. Кушать у нас будет самый опытный добытчик. Неужели грабеж единственный способ получить то, что нам нужно? Ну, конечно, может, как иначе-то. Только таким способом и получится. Так. Да, поговори теперь. Ты у нас местный психолог. Давай, давай, приводи его в норму. Поговори с ним, приведи его в чувство. Роман, ты не должен сдаваться. Черт, я не курил уже несколько дней, говорит Бруно. Нам трудно, но мы хотя бы вместе. Я знаю, но все это... Для меня это слишком. Бруно говорит, я заболеваю. Надеюсь, ничего серьезного. Да, положение довольно мрачное, говорит Марк. Но я всегда здесь, если тебе нужна помощь. Спасибо, ты хороший друг. Где мои сигареты, говорит Бруно. Ты их все скурил, подонок. Так, пускай они общаются. Ты у нас очень голоден, да? Сделать, как я понял, ничего нельзя. Особо. Да, не хватает. А, нет, слушай, можно сделать еще. Да, 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 да. Успеет он что-нибудь приготовить. Давай, постарайся успеть. Он готовит быстро достаточно, это замечательно. Давай, успеешь съесть? Давай, 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 давай. Нормально, успел. Так, значит. Марка. Марка, на добычу отправляем. Бруно. Бруно у нас. Опечален, устал. Так, ну, Роман спать будет, понятное дело. А Бруно будет охранять. Так, Марка на добычу идет. Все прекрасно. Все в ту же самую гостиницу. Будем убирать ее. По полной программе. Так, ломик возьмем с собой на всякий случай. Ну, по большей степени все. Больше нам ничего туда с собой брать не надо. Потому что мы всех поперебивали. Сделаем ставку именно на это. Конечно, там кто-нибудь сейчас появится, это будет жесть полная. Но будем надеяться, что там никто не появится. Кстати, лом вроде можно использовать как оружие. Давай, разгребай. Весь завал. Времени у нас, в принципе, предостаточно. Без лопаты копать очень долго. Я понимаю, да, что мне надо сделать лопату. Блин, как-то мне лень. Она занимает целый слот еще. Это невыгодно. Быстрее у нас просто здесь всю эту кучку убрать. Кстати, эта кучка закрывает еще и подвал. Подвальное помещение, в которое я рассчитываю сейчас попасть. Потому что там у нас может храниться та провизия и тот скарб, который мы еще не успели найти. А может быть даже и боеприпасы. В принципе, здесь все нужно, что здесь находится. Поэтому, да, необходимо обыскать. В подвале, как известно, всякое может лежать. Могут лежать, ну, я думаю, что там могут лежать, скорее всего, съестные запасы. Это будет вполне вероятно. Кстати, завол какой-то конкретный вообще. Очень-очень большой. Гостиница, да, гостиница немаленькая. Мотель. Мотельчик. Давай-давай-давай-давай, выскивай уже. Будь добр. Пора-пора-пора. Ну, давай. Ну, почти, почти я разгреб. Жесть, долго он, конечно, тебе завал разгребал, пипец. Ну, давай. Ну, уже можно, в принципе, бегать, я так предполагаю. Пусто, да ты чё? Охренеть. Столько, столько всего. Начнём с первого этажа. Давай, ищи. Всё, бери. Надо собирать всё, что только можно здесь. Самое, самое необходимое, конечно же, по-хорошему, но... Также и... Самое необходимое тоже. Сейчас я заговариваюсь уже, конечно, пипец. Ладно. Написано, что это частная собственность. С каких-то пор собственность мародёров становится частной. Я не понимаю. Так. Ничего. Давай сюда. О, сколько тут всего находится. Лутает он, кстати, очень быстро. Это прикольно. Бери. Вот, красавчик, красавчик. Прекрасно. Так, инвентарь у нас забит теперь. А диван мы, кстати, по-моему, не обыскивали, да? Бинты. Бинты это очень-очень важно. Вопрос в том, что мы будем откладывать. Давайте самокрутку уберём. Бинты, потому что это очень-очень важно. Бинты и лекарства это первая вещь, которая шикарная. Так. Из чистого спирта можно бинты сделать. Поэтому мы тоже оставим при себе его. Блин, тут вот здесь вот очень мощно всё. Консервы. Консервы. Что у нас пойдёт нафиг из всего этого безобразия? Самокрутка. Понятно. Конечно же, мы с собой возьмём жратву. Это первая важность. Предметы первой важности. Так. Здесь что? Доски. Это несерьёзно. На данном этапе это нихрена несерьёзно. В принципе, да. Правильно, что мы сюда пошли. Так. Ну, здесь мы кого-то убили. Случайно. Заложника какого-то. Я думал, что это заложник. Потом он что-то на нас бросился. Но пришлось его перерезать, потому что он начал орать на всю Ивановскую. Не, знаешь что? Иди-ка ты сюда. Посмотрим, здесь можно что-то лупнуть или нет. Или вообще без вариантов. Молодец. Ну, по-моему, сюда больше уже смысла идти нету. То есть, какая-то тут шушера осталась по мелочи. Ну да. Всё, идём убежище обратно. В принципе, жратвы у нас теперь достаточно, чтобы они с голоду не померли. И это просто великолепно, признаюсь честно. Я принёс бинты, теперь займёмся той раной. Света помогла нашей соседке заколотить проломы в стенах и вернулась в целости. Света умирает с голодом и должны дать ей еды. Да, понятное дело. Что ж, друзья, давайте мы тогда на этом выпуск завершим. Надеюсь, он вам понравился так же, как и мне. Ставьте пальцы вверх, добавляйте подписчики. Всем спасибо за внимание и пока.